Уют в группе, педагоги и родители стараются создавать своими руками. И все-таки основа комфорта зависит от стен. Ремонт сделали в прошлом году. Поддерживать здание в надлежащем состоянии коллектив привык. Но решить вопрос с фасадом раньше не было возможным. Сегодня внешний вид учреждения полностью изменился. Родители очень благодарны, очень благодарны. То, что сделано для их детей. И дети счастливы. Дети просто бегут. Они раньше бежали, но сейчас, когда смотришь такую красоту, конечно, хочется хоть каждый день здесь пребывать. Отправной точкой масштабного ремонта стал визит главы города Анатолия Пахомова. Тогда мэр обратил внимание на внешний вид здания и пообещал найти возможность для проведения ремонта. За дело взялись шефы. Минплита, утеплитель и декоративная отделка, короедом. Ну и покраску, которую хотели видеть заведующие детским садом. Мы постарались максимально сделать так, как бы они хотели, по их просьбе. Ремонт вели два месяца. Кроме фасада появились новые окна и надежная кровля. Теперь детский сад стал похож на сказочный теремок. Параллельно с этим строительные работы в настоящее время идут еще в трех детских садах. И все под патронажем шефов. Новые объекты возводят на бюджетные средства, а помогать содержать уже имеющийся приходит социально ответственный бизнес. В 110 детском саду, в детском саду номер 40, начинаются работы в детском саду номер 34. Очень надеемся, что такая положительная, позитивная практика сотрудничества будет продолжаться. А автор этой практики – Анатолий Николаевич Пахомов. Пока строители преображали фасад, родители взялись за уборку и украшение территории. Ярко оформленные кломбы и дорожки дополнили общую картину праздника. Елена Овсицына, телекомпания ФКТ.